Занятие хореографией для детей 4-5 лет. Основные позиции в классическом балете. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и я преподаватель балетной студии. Сегодня мы с вами выучим самые простые движения, которые используются в классическом танце. Итак, мы начинаем с изучения позиций ног. Посмотрите, пожалуйста, как правильно делать первую позицию ног. Мы ставим пяточки вместе. Танечка, давай помогай мне. И стопы разворачиваем по одной линейке. Вторая позиция ног. Мы открываем ножку на ширину плеч, при этом оставляем стопы выворотными и расположенными на одной линии. Пятая позиция. Мы закрываем правую ножку в так называемый замочек. При этом у нас пятка рабочей ноги соединяется с носком опорной ноги. Посмотрите, пожалуйста, как мы это делаем. Мы стараемся вытянуть коленки до конца. Животик у нас втянутый, плечи опущены, шейка длинненькая, подбородочек наверх. Мы с вами выучили основные позиции ног. А сейчас мы разучим позиции рук. Для этого мы приготовим тело и поставим ножки в первую позицию. Руки мы округлим в локтях. Кисти у нас собраны, ладошки у нас смотрят наверх, корпус подтянутый, плечики вниз, шейка длинненькая, подбородочек наверх. Танюшечка, давай попробуем это сделать. Молодец. Хотелось бы добавить, что пальцы рук у нас ни в коем случае не соединяются вместе. Между ними есть расстояние. Теперь мы выучим первую позицию рук. Для этого мы поднимем руки из исходного положения на уровень нашей грудки. Так, Танюшечка, хорошо. При этом мы ни в коем случае не поднимаем плечи. Корпус точно так же у нас подтянут. И сохраняем локти присогнутыми в обязательном порядке. Теперь мы выучим третью позицию. Это самая высокая и самая красивая позиция рук. Для этого мы продолжаем плавно движение рук наверх. При этом следим, чтобы руки не уходили за корпус. Ладошки у нас опущены в пол. И чтобы проверить правильность третьей позиции, мы поднимаем только лишь глазки на ладошки. Теперь мы выучим вторую позицию рук. Для этого из третьей позиции мы открываем ручки в стороны. При этом удерживаем локоть и мизинчик на одном полукруге. Спасибо. Закрываем ручки. Теперь мы с Таней сделаем упражнение для рук. И все позиции повторим вместе с ней. Итак, подготовительное положение. Первая позиция. Плечики мы не поднимаем, помним об этом. Третья позиция. Отлично. Ручки на вторую позицию. И закрываем ручки в исходное подготовительное положение. Спасибо. Мы с вами выучили позиции рук. А сейчас мы выучим. Самое первое движение, которое учится в классическом танце, это деми-плие или маленькое приседание. Для этого мы ставим ножки в исходное положение. Первая уже знакомая нам позиция. Руки пока мы, ввиду того, что мы маленькие пока, убираем на пояс. И делаем маленькое приседание. При этом коленки у нас раскрываются в стороны. Точно так же, как у нас смотрят ушки в разные стороны. При этом удерживаем корпус подтянутым. Ни в коем случае не заваливаясь ни вперед, ни назад. Посмотрите, пожалуйста. И раз, два, и три, четыре. А теперь мы попробуем сделать это упражнение вместе с Таней. Танечка, давай попробуем. И раз, два, и три, четыре. Еще и раз, два, три, четыре. Хотелось бы добавить, что упражнение делается на очень упругих ногах. И когда мы вырастаем, коленочки обязательно вытягиваются до конца. Следующее движение и самое простое из классического танца – это Батмам Тандю. Отведение ноги в сторону. Посмотрите, пожалуйста, как это делается. Ручки также мы пока поставим на пояс. Ножку отводим максимально в сторону. И в самый последний момент стараемся вытянуть стопу до самого конца. И подводим к опорной ножке. Исполняя это упражнение, мы обязательно также удерживаем корпус подтянутым, не наклоняясь ни вперед, ни назад. И стараемся тянуть коленочки. А теперь мы сделаем это упражнение вместе с Таней. Пожалуйста. И раз, два, и три, и четыре. И давай попробуем другую ножку. Раз, два, и три, четыре. Молодец, спасибо. Сегодня мы выучили с вами позиции ног, рук и первые два упражнения из классического танца. Все эти упражнения вы можете делать со своим ребенком дома, как на коврике, так и без него. Будьте красивыми, подтянутыми и стройными. Продолжение следует...